Шалом, друзья! Шалом, хаверин! Мы на канале Рыба Илья Гукосара. Сегодня мы записываем видео урок и темой видео урока будет праздник Пурим. Мы приближаемся к этому празднику. Сегодня вечером заходит праздник и он будет длиться сутки с сегодняшнего вечера до завтрашнего вечера. Также сегодня пост СТР так званый или СФИЛЬ и весь народ сейчас постится для того, чтобы изменить те недобрые козни, которые все время затевались против нашего народа. И сейчас, я уверен, затеваются. Но как и тогда в Пурим была одержана победа, удивительная, чудесная. Так и сейчас ни одно орудие, которое выстроено против народа Божьего, оно не будет иметь успеха. Поэтому, друзья, мы и постимся, и молимся к Богу, и просим Его защиты для нашего народа. И верим, что Бог не оставит нашей молитвы и движения нашего сердца без своего внимания. И, друзья, прежде чем мы поговорим о Пуриме, по обыкновению хочу поблагодарить всех тех людей, которые заходят на канал, которые слушают, которые слышат. И наши просьбы о помощи, о том, чтобы поддерживали канал, все те люди, которые ставят лайки, оставляют свои комментарии. Ну, кому не нравится, можете ставить дизлайки. Но это все помогает каналу развиваться и свету Торы распространяться по всей Земле. И тьму невозможно победить другим способом. Ее невозможно разогнать палкой, приложив при этом какие-то усилия свои собственные. Ее можно победить, только включив свет. Как раз Тора и является источником света для народа Божьего. И этот свет, проходя через нас, он освещает этот мир. И как раз вот этот свет и изгоняет тьму. Не наши какие-то особенные потуги в сторону борьбы со злом. Это сколько людей не пытались бороться со злом, зло все равно побеждало их. Мы не боремся со злом, мы освещаемся, выравниваем свою жизнь по Слову Божьему. И уже свет, который приходит через это на Землю, он дает возможность людям обратиться, увидеть свое положение в этом мире. И задуматься о вечности, задуматься о тем, для чего он пришел в эту жизнь и для чего он существует. И задуматься о новом, скажем так. Поэтому благодарен всем людям, которые поддерживают и которые молятся за нас. Будьте благословены и пусть Бог Израиля благословится в ваших жизнях, в ваших семьях, в ваших домах. И пусть это благословение распространется на ваши роды до тысячи поколений. Друзья, сегодня канун праздника Пурим. И мы будем говорить об этом празднике. Кто не знает, кто еще не сталкивался с этим праздником, сразу скажу, что этот праздник не является праздником Господним. Это больше религиозный праздник, праздник традиций. О нем мы можем прочитать в книге Эстер и исторический праздник. И вот книга Эстер или книга Эсфирь, кому как удобно, как раз нам рассказывают об этом празднике. Давайте сначала, наверное, духовную составную этого праздника. Или давайте сначала историческую. Я вкратце, для тех, кто, может быть, не знал и не знает эту историю, расскажу о тех событиях, которые происходили. Главной героиней, конечно, книги Эсфирь является Эсфирь или Эстер, родственница Мардахия, жившего в Шушан, или так как в Библиях написано в Сузах. И однажды Мардахий спас жизнь царю Ахашверону, или Артаксерексу, это на греческое его имя. Ну, на еврейском языке это звучит Ахашверону. Когда царь отверг свою жену очередную, ну, она была Таостине или Вашке, его выбор пал на Эсфирь. И несмотря на то, что, ну, евреям было запрещено отдавать своих дочерей за другие народы, смешиваться с другими народами, они находились не в том положении и не в том духовном состоянии, чтобы они могли там противиться этому и не дать этому произойти. Вот так Эсфирь стала женой царя, и, ну, жили они, говорят, что она была очень красива, и действительно, как царского рода, и, ну, по поведению, по воспитанию. Моя Мардахей был ее дядей. И что начало происходить? Как известно, это был Вавилонский плен, который продолжался очень долго. И главной бедой того времени стала ассимиляция. То есть из-за того, что Бог изгнал их из Эрец Израиля, или из Святой Земли, и разрушил храм, многие евреи, они подумали, стоит ли нам служить Богу, если Он отверг нас. И здесь мы находимся совсем в другом месте, и с другими обычаями, и с другими порядками, и с другими постановлениями, с законами. И стоит ли нам здесь как бы напрягаться, чтобы вот служить Богу, который нас отверг. И многие решили этого не делать, и многие начали жить по законам той страны, в которой они находились. И это печальный факт, но он есть. Конечно, всегда сохранялся остаток, и этот остаток, слава Богу, сохранял верность своему Творцу, и ради него Израиль восставал неоднократно из мертвых. То есть, уже казалось бы, что это государство перестало существовать. Основная их ценность, или основная их сила, которая исходила от Бога, и Бог находился в храме, была разрушена. И, ну, все. Никакой бы, я думаю, что народ, так сколько раз не смог бы восстать из мертвых. Особенно это, ну, 2000 лет, когда не существовало Иерусалима и Царства Израиля. И когда, ну, 2000 лет сохраниться как народу, сохранить язык, и потом его восстановить еще. Я знаю, мне друзья рассказывали, что, когда государство Израиль восстановилось, и начали восстанавливать язык, ну, а восстанавливали его на основании свитков Торы, и насколько все вот эти идеи были, ну, захвачены сильно, чтобы восстановить язык еврей. Потому что, кто говорил на Иидыш, и разные, ну, там разные наречия у разных народов. Евреи их смешали. И, ну, Иидыш, это, по мне, вообще, какое-то издевательство, честное слово, не в обиду никому. Но этот язык мне больше похож на немецкий язык, чем на иврик. И, конечно, ну, и тогда, вот, приняли решение не видоизменять, ну, если кто-то, публичный человек, он должен был говорить на чистом языке, без всяких вот этих шаббас и всего прочего. Если шаббат, это шаббат, ну, никак не шаббас, и никак не гутен шаббас, ну, понимаете, запретили вот эти все майсы, и язык восстановился. Сегодня, слава Богу, евритоговорящих в Израиле намного больше, и, то есть, процентом содержания, это, ну, 90%. Ну, те люди, которые приезжают и совершают алюю, ну, они тоже знают еврит, и, ну, не все, но знают. Но, кто попадает в Израиль, те учатся, потому что другого выхода нет. Работа и все остальное зависит от знания языка. Вот. Ассимиляция стала главным таким, главным врагом тогда евреев. И, кстати, все цари, которые, вот, менялись, это исторический факт, менялись, те цари, которые были, да, Ахашвэээ, Рошу, ну, они, в основном, все были очень лояльны к еврейскому народу. Они позволяли и, ну, то есть, ихнюю религию, ихнюю веру, ну, терпимость к вероисповеданию у них была. Ну, за исключением там некоторых, которые... и также была часть евреев отпущена, 46, по-моему, или 42 тысячи, которых ушли строить храм, а страны не захотели туда уйти. Ну, потому что им и так неплохо жилось, все было налажено, быт налажен. Ну, вы знаете, что где евреи поселяются, они везде себя нормально чувствуют, благодаря тому благословению или обетованию, которое было дано Аврааму. Но все было бы вот так и продолжалось, возможно, и вот эта часть Израиля, она бы так и смешалась, и так бы и растворилась полностью в этом великом царстве, потому что тогда царь, ну, он великое множество народов было объединено под его правлением. И я думаю, что прошло бы еще какое-то время, и уже даже никто и не понимал, евреи или не еврей. И как раз это вот добивался Аман Амаликитянин, то есть предок Амалика, и вы знаете, что когда Амаликитянин, Бог сказал, что он сотрет память об Амаликитянах, и, ну, интересная традиция этого праздника, когда мы говорим Аман, ну, читаются свитки, эстеры, и когда это звучит имя Аман, в синагогах, евреи такой шум поднимают, ногами тупают, там, такими трещотками крутят, чтобы заглушить это имя, чтобы исполнить вот эту часть Божьего Слова, что будет стерта память об Амалике. И мы бы сегодня не вспоминали с вами о нем бы, потому что действительно это тот, кто призван забвению, это и народа, ничего не существует больше. Но, к сожалению, это не просто народ, а это дух, определенный нечистый дух, который действует, ну, его называют антисемитизм, да, но я думаю, что просто это нечистый, есть святой дух, есть нечистый, который действует против главного своего врага здесь на земле, народа Божьего. И все время пытаются, его разные тактики, но одна из тактик, и очень сильная тактика, которая применяется и сегодня, и сейчас, это ассимиляция. Есть большой соблазн у нас, у людей веры, жить так, как живут все. Ну, что тебе не хватает, говорит тебе сердце этот противник. Ну, что тебе не хватает, ну, чего тебе больше других надо, или что? Вот посмотри, как люди живут, ты же не глупее их, к чему ты превратил свою жизнь, вот эти постоянные скитания, хождения и поездки, ну, неизвестно куда. ты видишь от этого какую-то благодарность, или ты видишь в этом какой-то успех, остепенись, сядь, сиди, займись каким-то бизнесом, пока у тебя еще мозги соображают. Ведь впереди и вот старость, и смотри, потому что, ну, думай, как ты будешь жить. И, естественно, что это давление, оно постоянно присутствует. Особенно, когда ты проходишь через какие-то испытания, и в твоей жизни на тебя ложится такое бремя, ну, которое вот подобно ты Ишуа хочешь сказать или Лама Салахвань, зачем ты меня оставил. И вот особенно в такие моменты Амарик атакует. И он атакует и говорит, если бы ты жил как все, если бы ты был умнее, то у тебя бы все было хорошо. И ничего вот этого всего не было. И мы должны помнить, что он никогда не остановится и вот это давление с его стороны никогда не прекратится. Пока существует небо и земля, он будет атаковать, он будет нападать. И пример тому, вот этот человек, о котором мы вспоминаем в Пурим, но стараемся его имя сильно не употреблять. Не его это праздник, это праздник торжества и победы Божьей и в наших жизнях. И вот в противовес ему Мардахей, который ну он сказал я не буду как все. Вот слава Богу за этих людей, которые на протяжении всей истории пока существует Израиль, они находили в себе смелость, а если вы думаете, что ему не было не страшно, это страшно бывает всем, но они находили в себе смелость сказать я не буду как все. Ну если мухи садятся извините меня на разное дерьмо, то я не буду в числе этих мух и едят его. Тысячи не заставят меня подумать тысячи этих мух, что оно съедобное. Вот находится такие люди и ради них все и все еще и движется и этот мир сохраняется. И он сказал я не буду поклоняться царю, когда царь там выезжает или когда Аман будет выезжать, потому что Аман был очень близок к царям и он захотел тоже, чтобы перед ним кланялись, когда он выезжает на своем коне. И когда Аман увидел, что существуют люди, которые враги, истинные враги, которые несут опасность для его царствования, Аман решил погубить и Мардахея, и вообще всех евреев, которые там были. царь, он был в своем величии, он гордился тем, что ему поклоняются, его слушаются, и по его приказу исполняют все те народы, которых было очень много и входило в эту империю. И вдруг приходит к нему этот нехороший человек и говорит, а я знаю, что в твоем царстве живут люди, которые не поклоняются тебе, не исполняют твоих приказов, потому что у них свои законы и свое царство. И естественно, что царь кто это? Ну и он указал на евреев. И получил от царя приказ уничтожить всех евреев. Аман имел жену, которая умела выражить. Гадалкой по нашему, как в нашем, или экстрасенсами, еще как-то можно их называть. Ну, в общем, не сильно чистый человек. И вот она, говорят, что вместе с ней он долго бросал жребий. Почему Пурим? Пурим это множественное число. Хоть мы и говорим, как жребий переводится, но вообще это множественное число, много жребий было брошено, пока они определились с числом, когда должны были их схватить и поубить. То есть, вот так звезды им показали, что в этот день, именно в этот день, все будет благоприятствовать тому, чтобы полностью стереть с лица их, вообще полностью уничтожить еврейский народ. Больше того, они вычислили, сколько должна была быть виселица, чтобы повесить Мордахея вот этого производителя или вот этого, как они думали, гордого человека, который не хочет покориться царю. На самом деле, Мордахей исполнял заповедь, Богу одному служу ему поклоняйся. Помните тот же Сатан и искушая Иешуа говорил ему, все царство положу к твоим ногам, только падше поклонись мне. И Иешуа ему отвечал, написано, Богу одному служи, ему поклоняйся. И та же история была там. То есть, вот эта заповедь, она сильно раздражает последователей вот этого полусущества, скажем так. И сегодня она тоже многих раздражает. Когда мы говорим о том, что Бог один есть, и ему мы служим, ему поклоняемся, это очень многих ассимилировавших и находящихся в язычестве, даже тех, кто по рождению от матери считается иври, это сильно раздражает. И они и сегодня пытаются делать все, чтобы уничтожить этот остаток, потому что как раз остаток, он показывает всю фальши ихнюю, всю вот эту наигранность, всю украшают и чтобы выглядеть, выдавать за настоящую. Вот Вавилон, он сидит разодетая женщина, и она говорит, сижу я, и я не вдова, и множество имеют детей. Она берет, потому что в роскоши своей погрязшей, она думает, так, на самом деле это никакая, ну, это блудница. И конец ее близок. И этот праздник нам говорит, что этот конец будет. И сегодня, если посмотреть на весь мир, да, то создается иллюзия, что те люди, которые отвергли Бога, отвергли Его законы, ну, а хотят получить все привилегии и все вот эти почести, как будто они праведники, как будто они ну, вот, они только одни живут поистине, на самом деле они, Бог у них вообще далеко-далеко. Все эти люди и они тем или иным образом воюют против настоящего, я уже сказал, причину, но все равно вот все те, кто живет по правилам Божьим, да, и живет в системе ценностей Божьих. Я хочу вас обудрить. Пурим близок и скоро все те, кто сейчас вроде кажется, что они на коне, окажутся под конем и мы с вами увидим, как тогда увидели в том празднике, когда Исфирь, которая, ну, или Эстер, она, ну, Мардахейс пришел к ней и сказал, помните, такие слова, это очень сильные слова и многим бы я советовал обратить на них внимание. Он сказал, ты пойдешь к царю и скажешь, ну, что задумал этот негодяй и напомнишь, что жизнь спас ему и она сказала, я не смогу этого сделать, потому что к царю не приходит так, к царю приходит только, когда он вызывает, а он сейчас устроил пиршество и ему не до меня и тогда Мардахей произносит вот эти слова, которые они очень важны и я думаю, что весь духовный мир слышит их. Это те слова, которые он сказал, если ты не пойдешь, то Бог найдет и с другой стороны спасение Израиля, но ты и весь твой дом погибнете. И вот понимаете, как интересно, да, потому что имея вот этого мужа, который не еврей и находясь как бы и по другую сторону баррикад, она защищена была и ей ничего не угрожало и это показывает еще на одну часть этого праздника, то есть одну составную, тех людей, которые вопреки, помните, я много говорил о праведных мира, то есть это те люди, которые не будучи, ну, не находящиеся на, ну, не призванные к священодействиям, да, но они благословляют и искренне любят Израиль, потому что это родственные души, и мы не можем их отделять от их сказать, что это не, они, не это евреи, просто, ну, это одно целое, можно сказать, не буду дальше углубляться, потому что тема, опять же, судьбу, будет два часа, и вот она, она, ну, услышав эти слова, она задумалась, и это было как серьезная стряска для нее, потому что поддерживать тех, которые стоят сегодня на передовой, и на которых идет все давление этого и духовного мира, и физического, это как раз вот, вот этой части, ну, она и задача, и цель, и молитвенно, и по-разному, на всех уровнях должна быть поддержка, потому что мы сильны только, когда мы едины, если мы врагу удается применить вот этот принцип, который провозгласил Гай Юлий Цезарь, который сказал разделяй и властвуй, и то все, это гибель для нас, поэтому пока мы едины, пока мы сильны, и это дает нам силы устоять во многих направлениях, потому что ненужных в этом, ну, в общении Божьей или в народе Божьем нету, даже самый, как бы, ну, по-нашему, мы смотрим, незначительный человек, он нужен, и он, ну, он ценен, и его душа представляет огромную ценность, и пока он здесь на земле, он соль для этой земли, поэтому нельзя смотреть на кого-то, ну, и особенно этот праздник показывают, нельзя возвышать кого-то или понижать, это одно целое, и еврей, ну, и еврей, или народ Божий, это одно целое, и сила наша в единстве, и что происходит, она идет, пост, весь народ постится с ней, она идет, говорит, и ситуация меняется, но, поскольку царский указ нельзя отменить, они получают возможность, по всем пошло царский приказ, что евреи, мол, защищать свою жизнь, и тогда встрепенулись все, вот, поверьте мне, когда стал вопрос жить или умереть, встрепенулись все, и вспомнили, что они евреи, а им другого выхода нету, потому что как ты там бы не старался стать для мира своим, но ты никогда своим не будешь, ты все равно там будешь враг, и как бы ты не продавался этому миру, ты все равно на вражеской территории, и рано или поздно тебя постигнет та же участь, которая постигла многих святых, но когда мы становимся перед лицом смерти, жизни и смерти, все встрепенулись, и все постились, и весь Израиль замер в ожидании, потому что она шла на смерть, и весь народ приготовился, если она умрет смерти им, ну, уже другого выхода не будет, потому что не все были на списке у этого злодея, но произошло чудо, она явилась на глаза царя, и осталась живой, больше того, рассказала проблему, и там так все получилось, что нехороший человек, еще она сказала, что он ее домогается, и царь во гневе приказал повесить его на той виселице, которую он приготовил для Мардахея специальной, вот то, что он там выверял, 25 метров там над землей, она должна была быть, он туда сам и попал, поэтому второе название этого праздника все наоборот, то есть все наоборот, отчего наша радость веселья, вчера в фейсбуке там увидел один пост, один человек пишет, что Пурим это грустный праздник, и нельзя писать как Пурим Саме, потому что ой-ой-ой, ну я не знаю кому, для меня это один из самых радостных праздников, да, как и все остальные, в принципе, ни один праздник не заставляет нас печалиться, потому что во всех праздниках мы видим руку Творца нашего, и то, что Бог не оставил и не оставит, и то обетование, которое Он сказал, если мать оставит свое грудное дитя, то я не оставлю никогда вас, я не могу сам себя отресться, оно верно и действенно, поэтому сегодня вечером, когда закончится пост, и мы оденем праздничные одежды, и будем славить и радоваться своего Бога за то, что Он не оставляет, за то, что когда мы остаемся верными Ему, Он способен перевернуть вот такие ситуации, в которых ты уже ян, ты стоишь перед лицом смерти, и раз все переворачивается, и ты, оказывается, в жизнь выходишь, а все, кто ставил тебе, строил тебе козни, они уходят в смерть, то есть и в погибель вечную, вот, вот о чем этот праздник, и вот о чем наша радость в эти дни, друзья, в эти дни еще принято делать добрые дела, и помогать бедным, или нуждающимся, и, этот особенный праздник, делать друг другу подарки, как вспоминание о том, что сделал для нас Господь, и, знаете, как символ нашего единения, и особенно принято помогать вот этим людям, которые сейчас находятся в нужде, и которые находятся сейчас в тяжелых положениях, опять же, подтверждая, утверждая то, что мы единый народ, и никто этого не сможет, ну, единство нашего разрушить, поэтому вот, вот вам историческая и духовная составная этого праздника, и делаем добро, да и не унываем, потому что если не ослабеем веры, то обязательно пожнем его, с наступающим вас всех праздником Пурима, пусть этот праздник принесет вам много радости, и пусть многие из вас увидят в этом празднике руку Божью, я верю, что для нашей семьи тоже произойдет Пурим, и все те нужды, которые сегодня они подавляют, ну, думали на этой неделе оксана будет прооперирована, но не получилось из-за отсутствия там средств, потому что начать и не закончить, лучше пока не начинать, и поэтому часть есть, а части нету, ну, небольшой части, но ее нету, денег на вот это все лечение, и мы верим, что в этот Пурим Бог все перевернет, и смерть, она отойдет, а жизнь откроется, и жизнь с избытком, поэтому друзья, благословляю и вас всех, и провозглашаю в эти дни, пусть каждый увидит торжество Бога в своих жизнях, победу по всем направлениям, победу и торжество у Господа в наших жизнях, и пусть все, ну, все направления нашей жизни увидят эту победу, пусть от материального до духовного произойдут победы и торжество Господа, благословляю вас на радость, благословляю вас на веселье в этот праздник, и пусть каждый из вас, ну, не одни ботинки побьет, танцуя, радуясь перед Господом, всего вам доброго, хорошего праздника, ну, я думаю, что мы еще увидимся, и еще я вас поздравлю с самим праздником, пока с наступающим, и хорошего поста до вечера, прошу прощения, упал, упал этот, которым восстанавливается запись, все, друзья, обнимаю вас, до новых встреч, любви вам и мирного неба над головой.